Господь, разумение во всем. Для моих братьев и сестер я прочитаю на английском. Как я уже сказал, мы посмотрим на три примера. И это место, которое мы прочитали, было написано церкви, в которой Тимофей был епископом. Поэтому здесь письмо, обращение к церкви, и это обращение к Тимофею, что он, он будет действовать по этому слову. И здесь три вещи, три важные вещи, на которые мы должны обратить внимание. И пытаясь прочитать его письмо, и пытаясь прочитать его письмо, он использовал три вещи, чтобы обращать внимание. Когда апостол Павел писал письмо, он использует три вещи, на которые он хочет обратить внимание. Три профессии, которые знакомы нам. Первая профессия, это профессия солдата. Вторая профессия, о которой мы будем говорить, это спортсмен. И третья профессия, это фермер. То есть мы посмотрим на три профессии, и мы посмотрим, для чего апостол Павел использует их, и что он хочет через это объяснить. И первое, первое, о чем он говорит, это воин. Почему Павел использует этот образ? Почему он использует воина как аналогию для того, чтобы сказать о верности? Давайте сначала посмотрим на жизнь воина. Возможно, некоторые люди, которые здесь сидят, они служили, или же у них есть родственники, которые служили. Мой отец был солдатом, когда он был в Грозанской войне. Итак, давайте посмотрим на жизнь воина. И давайте посмотрим подробнее подробнее на жизнь воина. Теперь мы знаем, что в месте, в котором мы читали, это говорит, «енжурь хренью, как солдат». Это было четвертое заявление, которое началось. «енжурь хренью, как солдат». Первое, что важно в жизни воина, это «енжурь хренью». «енжурь хренью, как солдат». Это быть твердым. Когда солдат находится на поле битвы, ему необходимо мужество. Когда солдат находится на поле боя, он находится без еды, без каких-то особых условий комфорта. «И когда воин приближается к противнику, ему нужно ну, как сказать, не шурь...» Ему нужно себя вести тихо, чтобы его не заметили. «Если он будет производить шум, то его услышит и заметит». «Поэтому...» «И если он, например, tremendous snake, the king,' И этот солдат не может двигаться в данный момент. Потому что если он это сделает, его заметят, он станет видимым для своих врагов. И это повлечет опасность, что все дело рухнет. И поэтому ему нужно вести себя тише или заметнее. Не заметнее увернуться от этой змеи. Поэтому я хочу вам просто изобразить картину мужества и твердости. Он может претерпеть много, у него есть выдержка. Он может сидеть в этом кусте день, два, две недели. И не важно светит солнце, идет снег, жарко или холодно. Большинство других солдат сейчас находятся, возможно, в лучших условиях. И вот почему Павел использует этот образ для того, чтобы нам сказать о верности. Очень важно для нас, чтобы в нашем сердце была вот эта выдержка. Сейчас мы видим, что много людей, они перестают быть христианами. Сейчас христиане готовы все бросить из-за какой-то маленькой проблемы в их жизни. Сейчас мы видим христиан, которые готовы вернуться от Бога, потому что что-то не происходит в их жизни так, как они хотят. Сейчас христиане готовы расстаться со своей судьбой христианина для того, чтобы получить что-то хорошее, временное, что-то хорошее, приятное для них. Христиане, которые готовы отступить от Бога, предать Христа, потому что они не готовы к выдержке. Но если мы хотим быть верными в нашем служении, в наших отношениях с Богом, Павел говорит, что мы должны подвязаться, в нашем варианте подвязаться. И это характеристика воина, И это характеристика воина, И воин целенаправлен, он целеустремлен. Например, Если бы здесь сейчас сидел солдат, и он увидел, что приближается враг, Он бы не стал смотреть видео со своего телефона или по сторонам, Не стал бы с кем-то разговаривать на какие-то темы. Если бы он так себя вел, он бы вовлек свою команду в опасность. Потому что, когда приближается враг, нужно себя вести по-другому. Поэтому он фокусирован, он не отвлекается на посторонние вещи. И мы сегодня, когда мы слышим вот эти слова, которые написал апостол Павел, мы должны быть фокусированы. Мы не должны отвлекаться на другие вещи. Вы знаете, сейчас в мире много отвлекающих вещей. Это вещи, которые отвлекают наш взгляд, наш фокус от Иисуса. Есть много чего прекрасного в мире, привлекательного. Много вещей, которые завернуты красивой обверткой. Они выглядят очень прекрасно снаружи. Но мы должны всегда спрашивать, что внутри там находится. Это вещи, которые предназначены для того, чтобы отвлечь наше внимание. От того, чтобы следовать Богу всем своим сердцем. Это не важно, вы можете быть даже в церкви. Вы можете делать что-то для Бога. Вы можете заниматься многими вещами в церкви. Но в то же самое время вы можете быть отвлеченными от Бога. Если мы занимаемся тем, что отбирает все наше время. Я имею в виду вещи, которые отвлекают нас как христиан. Но в Библии упоминается несколько из них. Любовь к миру. Любовь к миру. Любовь к миру. Любовь от очей. И гордость житейская. Эти вещи, которые убивают нас как христиан сегодня. Но если мы будем следовать Богу и будем оставаться верными. Мы останемся на этом курсе. Смотря на Иисуса. Начальника и завершителя нашей веры. What again is the character of a soldier? The character of a soldier. Okay, let's look at it from... We are at the place with 2 Timothy 2 verse 4. 2 Timothy 2 verse 4. He said no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить воиначальнику. То есть воин признан для того, чтобы угождать своему начальнику. Павел использует эти три профессии для того, чтобы нам показать, что значит быть верным. Сейчас мы говорим о том, что воин должен угождать воиначальнику. Если вы действительно христианин-воин, это значит, что вы призваны угождать своему воиначальнику. Но вопрос стоит в том, насколько вы хотите угодить Богу. Это тот вопрос, из чего все остальное произстекает. Представьте, если Иисус Христос станет рядом и посмотрит на вашу жизнь. Сможет ли он сказать, что да, ты мой сын или ты моя дочь, и твоя жизнь угодна мне? Это вопрос. И вы должны ответить на него для себя. Я отвечу сам для себя. Но что я хочу, чтобы вы знали. Что бы мы ни делали в этой жизни. Все записывается у нас. Все, что делается в тайне. Все, что делается открыто. Я знаю Ира, и она меня знает. И я могу сказать, что она хороший христианинка. И она может сказать, что я хороший христианинка. Но то, что я делаю в тайне, Ира не знает. Но есть Божий глаз открытый. Божье око, которое видит все. И он знает, что хорошо вы поступаете или плохо. И здесь сказано, что христианин, как добрый воин, должен угождать своему начальнику. И это касается любой сферы жизни, любого действия, которое вы предпринимаете. Что удовлетворяет или угождает это Богу. И это будет говорить о том, верно вы или нет. Потому что моя задача сейчас объяснить вам, что такое верное служение. И давайте перейдем к спортсмену. Павел также сравнивает это качество, приводя пример к спортсмену. И в пятом стихе кое-что относится к спортсмену. Если же кто-е подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Многие из вас занимались спортом. Кто-то принимал участие в соревнованиях. Возможно, кто-то представлял страну на соревнованиях. Я тоже немножко занимался атлетическим видом спорта. И что я знаю о том, что нужно для того, чтобы быть хорошим спортсменом. Дисциплина. Дисциплина. Регулярные тренировки требуют дисциплины. Если мы перестаем тренироваться, наше тело становится слабо. Поэтому нам нужны тренировки для того, чтобы постоянно оставаться в форме. И без дисциплины вы не сможете достигнуть своей цели. Вот почему Павел старается нам привести это в пример. Как христиан, мы должны быть дисциплинированы. Но, к сожалению, сейчас можно увидеть много христиан, которые не дисциплинированы. Мы говорим о дисциплине, которая помогает нам вести христианское образ жизни. Дисциплине, когда наше плодие говорит нам, делай это. Но благодаря самодисциплине вы говорите, нет, я не буду этого делать. Потому что Библия говорит, что плодь желает противного духу. Они всегда на друг другу противятся. Они никогда не согласны между собой. Потому что это две разные вещи. Плоть старается делать то, что угождает ей. А Дух хочет, чтобы мы делали то, что будет угождать Богу. И необходима дисциплина, чтобы подавить вот эти плодские желания. Недисциплинированный христианин вряд ли доберется до своей цели. Недисциплинированный христианин постоянно промазывает. Если вы хотите быть Богу верным в служении, вы должны быть дисциплинированы. Есть еще вещи, которые говорит Павел. Говоря о жизни спортсмена. Так же сказано, что спортсмен соревнуется согласно правилам. То есть он слушает этих правил. Поэтому послушание это тоже качество или черта характера спортсмена. И послушание должно быть чертой характера христианина. Я смотрел прошлые олимпийские игры, которые проходили в 2012 году. Я смотрел. Я смотрел. Я смотрел. Я смотрел. Там был один спортсмен, который бежал. И когда сказали марш, все побежали. Но он не побежал. Он не побежал, как нужно поправить. Он забежал на пункт соседнего спортсмена. Он забежал на пункт соседнего спортсмена. И он пришел первым. Спортсмен, который зашел на линию другого спортсмена, пришел первым. Но он не следовал правилам. И они использовали компьютер, чтобы проверить, что случилось. И включили компьютер или запись, чтобы посмотреть, как все происходило. И судья увидели, что он сошел со своей дистанции. И поэтому он был дисквалифицирован. Несмотря на то, что он пришел первым, они сказали, нет, мы не можем дать награду этому человеку. Потому что он не послушался. Слушайте, люди Божьи. Послушание необходимо нам, чтобы прийти на небеса. Послушание — это единственная вещь, которая поможет вам достигнуть вашей цели. Но у прямых христианин, для них не существует правил. Нету в Божьем плане для них правила, они не слушаются. Некоторые люди говорят, что я такой, я такой, они не слушаются. Никто не может отрабатывать меня, я буду делать то, что я хочу делать, я буду делать то, что я хочу делать, они выходят из церкви. Или когда пасторы им говорят какие-то замечания, говорят, я не буду ничего делать, просто буду ходить, не трогайте меня. Церковь это не то место, куда люди приходят и делают то, что им хочется. Церковь это то место, куда люди приходят и делают то, что Бог хочет в них делать. Когда мы приходим в церковь, мы просто отдаем свою волю Богу и мы ревностно служим Ему. И поэтому мы не пустые внутри. И вы делаете то, что Бог хочет от вас. Вы делаете то, что Бог хочет от вас. Это, смотрите, первый проповедник говорил о том, как мы себя должны вести в Доме Божьем, когда мы сюда приходим. Это важный элемент послушания. Когда мы послушаем, все эти вещи не будут говорить о том, что мы должны говорить о том, что мы должны говорить о том, что мы должны знать о спортсменах. Это воздержание или самоконтроль. Первое послание к Коринфянам. Девятая глава. Двадцать третий стих. Двадцать третий стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. А апостол Павел говорит, что все мне позволительно, но не все назидает. И теперь, кстати, знак равно с самовоздержанием. Все может выглядеть хорошо, все может казаться полезным. Но не будет духовной полезности для нас. И что вы ожидаете, что делать? И если вы это понимаете, просто оставьте. Но это ощущение, что мы используем нашу энергию и время в те вещи, которые не полезны для вас и для нас. Если мы разделим нашу жизнь на две части, 80% нашей жизни уходят просто на бесполезные вещи. И только 20% для духовного воздействия. Воздержание. It is self-control that will let you know when somebody offends you, you don't go to attack the person or boss at like our brother was sharing here. Если кто-то обижает вас и причиняет вам биду, то как вы реагируете? Здесь необходимо воздержание. Self-control will help you to accept your fault when you know you are wrong. Accept your fault. There are many people, many Christians, they hardly accept their fault. Есть много христиан, много верующих, которые с трудом могут управлять своим эмоциям. Например, муж и жена. Somebody may say, are you married? How do you know? Somebody might say, are you married? How do you know? Husband and wife could be in the house and they are not talking to each other. I mean, they are in the same house. They sleep in the same bed. One will face the wall and the other person will face this way. Один человек обращается в одну сторону, другой обращается в другую сторону. Why? Because somebody is not accepting his fault. Потому что кто-то из них не принимает другого, обижается. How can you serve God virtually in such a situation? Self-control. And the last thing that Paul talked about is the life of a farmer. Это жизнь фермера. I know majority of the people here in Ukraine are farmers. So, this one is something that we all know. So, what character do we see in the life of a farmer? Let's see from our text 2 Timothy 6 2 verse 6 Давайте вернемся к второму посланию Тимофея 2 2 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 21 22 22 23 23 24 23 22 23 24 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 28 29 28 30 31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 35 37 35 38 37 38 38 39 39 40 40 41 41 41 42 42 42 42 43 42 42 43 43 44 44 45 45 45 45 46 44 45 45 приходила с опозданием в церковь. Однажды она пришла в церковь, опоздала, как всегда. Когда она уже хотела заходить в двери церкви, Бог открыл ее глаза, она увидела ангела, который закрывал двери церкви. И она начала бежать, чтобы быстрее попасть, пока дверь не закрылась. Но прежде чем она добежала, ангел закрыл уже двери. Она стала умолять. Но ангел ей сказал, что люди, которые здесь, которые Бог выбрал, это избранные люди. И с того дня, она уже знала, что опаздывать, это очень-очень большой недостаток. Давайте будем подходить к заключению нашему, сделаем вывод. И хочу сказать, что хороший фермер, он заботится о том, чтобы получился хороший урожай. Поэтому давайте управлять заботу друг о друге. Заботитесь ли вы о своем брате, о своей сестре? Когда вы последний раз общались с вашим братом, сегодня Бог хотел нам сказать о том, что значит быть верным служителем. И если бы мы остались верными Богу и приняли то, что Вы говорите, Его Слово, мы должны размещать об этой проповеди. И я молюсь о том, чтобы Бог дал вам мудрость. Давайте помолимся. Отец наш, мы хотим поблагодарить Тебя за это утро за эту возможность слышать Твое Слово. мы воздаем Тебе хвалу. Мы просим Тебя Богу, что Он будет помогать нам дать нам верное служение. Мы просим Тебя Богу, что эти вещи не только вошли в наши уши, чтобы мы могли это понять. Но Он будет помогать нам не только это услышать, но еще и применять на практике. Чтобы в конце нашей жизни принесла Тебе славу. Может, кто-то из нас еще даже не начал и даже не начал идти за Тобой. И я молюсь, чтобы Ты даровал таким людям покаяние в их сердцах. Чтобы они приняли Тебя как Слово Спасителя и Господа. чтобы они начали нести верное служение перед Тобой. Спасибо Тебя за все, что Ты сделал для нас. Пусть Твоя имя будет прославлено. И в Иисусе. И в Иисусе. Аминь. Аминь. Спасибо.